Эту победу почти никто не мог предсказать заранее. Даже самые закоренелые оптимисты. Крылесоветов против московского локомотива, лидера премьер-лиги. Но, видимо, крылышки всерьез были настроены доказать всем скептикам. Вылет в прошлом сезоне во второй дивизион – это не более чем досадное недоразумение. И уже первый тайм доказал это. 0-0. Что весьма раззадорило соперников. Во второй тайм они вышли серьезно заряженными на победу. Болельщики увидели четыре забитых мяча. Счет открыли крылья. Локомотиву потребовалось полчаса, чтобы сравнять шансы на победу. Спустя три минуты крылья снова вышли вперед. Москвичи ударили по собственным воротам 2-1. На последних секундах локомотив берет все же временный реванш 2-2. Мы старались и это было видно с трибун. Ребята не жалели себя, играли вперед. По возможности, конечно. И, наверное, все-таки, может быть, заслужили эту победу. Своим огромным желанием. Победу в историческом поединке определили два дополнительных тайма. После третьего гола самарский губернатор, который не пропускает ни одного домашнего матча любимого клуба, был уверен, теперь уже победу крылья советов не отдадут. Сразу после финального свистка рефери Николай Меркушкин поздравляет футболистов в раздевалке. И наша трибуна небольшая, она была очень активной. Очень. Самая активная. Мы последние минуты встали, стоя уже досматривали. Мы очень сильно возмущались, почему он 2 минуты добавил в дополнительное время. Ну, вроде в дополнительное время 2 минуты – это очень много. Ну, минуту, да, можно. Вот. Но все сложилось так, как должно было быть. Должно было быть, да. И выигрывает тот, который кто больше хочет, кто больше трудился и кто лучше умеет. Судья зафиксировал историческую победу крыльев советов над московским локомотивом со счетом 3-2. Этот успех – первый за последние 6 лет. Глава региона триумфом команды остался очень доволен. Мы увидели эти 33 минуты не просто катания мяча, а такую бескомпромиссную борьбу, очень интересную игру. И в эти 33 минуты забили мы, а не локомотив. И для локомотива это было, понятно, очень важно. Они действующие обладатели Кубка страны. Впечатления такие, что складывается очень хорошая команда. Команда, способная играть на самом высоком уровне. Крылья советов я имею. Главный тренер локомотива не ожидал такого звездопада забитых мячей на Металлурге. Он привык побеждать соперников, в том числе и самарский клуб с минимальным счетом 1-0. С победой у вас. Как у вас преобразился самар? Хорошие дороги стали, стадион не заехали мы еще. Стадион очень хороший. Да? Больший. Субтитры очень лучшие. Соберяй. Четырех. Ну, как театр, большую тему. Ну, тем более, надо, чтобы команда выходила. Павел, удачи вам. Спасибо. Давайте рад вас видеть. Вы в полном порядке, скажу. Наверное, делаете зарядку, тренинг. В финальте бил. Я говорю, если дело дойдет до финальти, я могу выйти. После сенсационной победы над московским локомотивом, Крылья советов вышли в 1-8 финала Кубка России. Но почивать на лаврах рано. 25 или 26 октября в Казани самарская команда продолжит борьбу за трофей с Рубином. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.